запись ты тоже стала такая горизонтальная да только мы я маленькая а ты на языка я у тебя на весь экран странно да я могу сейчас придвинуть поближе так хуже ты идешь коле никакой разницы нету так странно потому сейчас вот или свое так записывается да у меня сейчас я эту ленку и вот настал мой звездный час пока никого нету лены и поле я могу вам рассказать о полечка здорово здравствуй моя красивая не хотела идти а я не пряталась я пока коля настраивал я поэтому там пока делаю текущие дела дверь закрыта чтоб никому особо не мешать просто тормоз такой прости оле кстати мы у тебя нормально вот входим о какая футболка у тебя красивая здорово спасибо ухты а кто подарил девушка подружка подруга а яночка зовут да яночка но это наверно тоже очень хорошая девочка очень добрая леночка очень тебе завидую что тебе есть кого обнимать мне вот обнимать некого я думаю это временные трудности оль любимая я думаю что шесть лет уже эти трудности длятся шесть лет никого не обнимаешь так обращайся к семьеведом любителям которые там и эскорту слугами занимаются и знакомствами и бой бой с психологами в общем в общем скоро клубы уже начнут открываться да надеюсь надеюсь а то задобавает ленка она любит всех знакомить со всеми регулярно то какой-нибудь там мальчика девочки посватает и стесняется подойти она там ведет да скажет то девочку к мальчику да а еще я люблю гулять по веселительным мероприятиям и по церквям по центру москвы мы обычно гуляем христианский клуб при храме и после этого по бульварному кольцу если хорошая погода по набережной тоже но по набережной не очень хорошо там велосипедисты бешеные носятся когда плохая погода то в гуме зарядье мы так любим бесплатные мероприятия мы не богатые сейчас но мы вообще мало обеспечены на самом деле это просто поэтому коля так вот так мало обеспечены развлекаемся да а вам государство платит какие-то деньги у меня пенсия очень маленькая а колей пока ничего не платят даже по ходу за инвалидом и не платят потому что я просто как просто дурак я не инвалид никто я просто дурак просто свое ооо когда-то было много прибыли когда было много мелких предприятий я один из бухгалтерии обслуживаю но сейчас мелкий бизнес сыпется мои клиенты попадают кормовая база моя истощается это точно поэтому выпросить чтобы получал как опекун но пока не получается какой опекунете ты дееспособная тем не менее ухаживать за мной то у лена есть подруга шизофреника который муж спинальной аммиотрофия гофмана вообще лежачий и то она не получает вместо нее получает отец который спускается на водку на самом деле сложная с детьми ничем не делится абсолютно там ну как бы нехило получается там семейка такая и мысленные тоже совершенно неправильно живем совершенно по всем параметрам друг другу не подходим ругаемся своем ну во первых мы слишком разные с колей ну говоришь по всем параметрам друг другу не подходим поэтому все психологи все духовники все священники все родители были категорически против да конечно коле изначально тоже хотелось сильную женщину львицу светскую а получил полную противоположность не потому что хотел мне на самом деле хотелось чтобы девушка со мной ходила великорецкий крестный ход я всех своих подруг приглашал никто не хотел но эта епархия организует такой походик с рюкзачками с крестами с молитвой идем по колю орем молитву во все в горло кстати да и мне это безумно понравилось и никто не пошел я в результате там еленку нашел себе пригласил в москву и потом уже не хотел отпускать а мне самой москве дико понравилось буквально с первых же шагов влюбилась в этот город как маленькая девочка я из магадана это дикий север там круглый год зима и вечная мерзлота а еще там ну цивилизация почти не добралась туда там очень все отстает и техника и медицина все сильно отстает вот а у тебя московская прописка или магаданская но сейчас московская просто это же влияет на сумму выплат 22 тысячи тысяч любимая мало я это но у меня ну как я вот приехала двенадцатом году но прописали меня только в самом-самом конце пятнадцатого года а все прописка как бы 10 лет да 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 10 лет потому что начали чё это ты знаешь сколько людей будут пенсии получать нормальные это же в трубу можно вылететь городском бюджет но это просто я не заботишься это просто говорю как факт что как бы просто озвучила мысли чиновников а чё такого ну на самом деле тут еще сначала не хотела маму прописывать конечно хотела а потому что меня боялась в первую очередь из-за моей же болезни рассматривали еще разные варианты они купить ли какой-нибудь домик под ростовской ну ростов великий не на дону которая великий четыре часа от москвы там тоже у нас крестные ходы походы там были хорошие знакомые которые продавали и пытались купить и плюс еще надеялись что и мои родители тоже может быть помогут купить но в результате родители меня как бы ну мама моя родная из гукова это ростовская область на дону это значит выписала меня бомжи просто и ничего ничего не стала помогать покупать вот как то так то есть у нас такая ситуация мы периодически рассматриваем иногда семейную политику как по-идиотски ведут себя семьи и особенно родня что вот мы предлагали ну купите ленте дом если в любом случае в нем же потом жить будет причем в результате они бы нас до в результате они бы нас сами же бы оседлали 40 соток земли где-то продавалась там и дома 200 тысяч всего не по-моему где-то около 300 но все равно это очень дешево это копейки конечно почти бесплатно но как бы не захотели даже разговаривать в результате как бы жалеют просятся в гости но говорим мы никого в гости не принимаем пожить потому что приехал пожить где-нибудь вляпался и с какими-нибудь бандитами связался придут к нам зачем нам это надо поэтому гроем хостел снимай и жим То есть смотрим как бы политика, что своя выгода, выгода тех родственников, выгода этих родственников, ну и даже друг с другом так общаемся, что ну вот, ну тебе хочется сюда, я что буду стоять куковать, или как, или тогда по одиночке пойдем, вот Лена там по храмам нахаживает, иконы нацеловывает. Ну так приятно же, елки-палки. Поэтому заговорили, что если Ленка там на неделе подходит в какой-то монастырь, то тогда пусть одна едет, если вместе, то тогда выбираем там, где обоим будет удобно. Ну да. Потому что Ленка она маленькая, она пролезет впереди всех, всех растолкает, а меня не пустят вперед, я буду там где-нибудь там зажатый между дверьми стоять. Ну да, точнее, как бы я иногда бывает Колю пытаюсь протаскивать, он сопротивляется, сам сопротивляется, не то что люди, ну как бы люди, они в Африке люди, ну можно с ними договориться, когда еще Коля сам сопротивляется и меня там пытается воспитывать. Я говорю, ладно, Коля, если хочешь, стой, я все-таки пошла вперед. Ну потому что меня с моими метр семьдесят пять выкинут руком под зад, если я впереди встану, а Ленка маленькая. Его, конечно, будут выкидывать, но я же буду сопротивляться. В результате Ленка начнет шуметь, устроить скандал с истерикой и выкинут на собой их. А вы были когда-нибудь в храме Христа Спасителя? Конечно. Были, да. Да. А когда ли в храмах были очень давно и неправда? Это центр Москвы, поэтому мы там гуляем регулярно и частенько туда заходим. Да. Храмы, там бывает и нижний храм действует, и верхний. Ну да, по молодости заходили в этот храм, давно очень. Как раз когда там не праздничная служба, то очень даже неплохой храм, удобный. Да. Скамеечки есть, все видно, все слышно, красиво, монументально. Да. А вход там свободный? Свободный, да. Говорю, когда просто нет какого-то праздничного богослужения, когда там... Да, там легко, комфортно заходишь, ничто не уходит. А какие богослужения являются праздничными? Ну, Рождество, Христово, Пасха, что еще? Это смотрится по... В основном даже скорее по дежурству там патриарха. Когда патриарх там дежурный, тогда и то, бывает свободный вход, а бывают ограничения. Но сейчас в последнее время патриарх опять поставил ограничения. А буквально вот прямо до самого коронакризиса вход был свободен. То есть, ну, только единственное, конечно, если храм там переполнялся людьми, там могли возникнуть... Сейчас вообще святилась коронабежность, там все что угодно может быть. Да, а в принципе, вот я как-то... Были случаи, по-моему, я даже опаздывала и все равно попадала в храм. Ну и наслаждалась патриархом просто вот как будто так и надо. Там толпа? Нет, если гуляем просто по набережной, идем, ну, в обычный день такой... Ну, в обычный день, конечно. То тогда, как правило, совсем народу очень мало. Это да, а когда патриарх работает, там толпа, как правило. Когда патриарх, то там по приглашениям. Ну, даже если не по приглашениям, в принципе, толпа и все. Ну, или там человек берет, приходит за три дня, там на ногах стоит. Я блинчики приготовила. Какая вкусно-то! Ой, как вкусно! А я вам говорила приезжать в гости, а вы не хотите в гости. Да, меня муж ревнует. Меня муж ревнует каждому столбу, блин. Значит, у нас уже как? У нас, во-первых, мы ждали еще сантехников, у нас велотекущий ремонт. Там трубы гневые меняют. Ну, это вот... Блин. Работа заказчики оставшиеся периодически меня хватает. Ну, да. Потом, ну и плюс YouTube, пишем ролики. Так я-то вас приглашала для YouTube, вот как раз по этому пункту, чтобы вы приехали. Ну, понятно. Вот-вот. А, Коль, хочется уже давно добраться и Олечка поцеловать. Стараемся все сделать, но... Не сильно меня к ней... Были некоторые моменты, которые надо сделать к празднику, например, к 8 марта. Потому что потом уже поздновато будет. Мы вот этот ролик записали. Да, да, да. И плюс еще бывает, что какие-то лежат материалы отснятые, чтобы случайно их не удалить, надо смонтировать. И доснять маленький кусочек. Обязательно, да. Это тоже. И плюс мы еще сделали вот наше новое портфолио, ну, премью. Да, да, да. Тоже это давно надо было сделать, а то говорят, что у вас какое-то премью плохое. Ну, да, да, да. А то уже давно уже это... Ну, зрители уже там матерились. В общем, мы снова года на новый уровень вышли. Значит, сделали вот себе вот эти... А, это вот, да, это... Сделали себе электронного суфлера, то есть такая тумба тут стоит. Вот даже видно столик такой, можно сюда кое-что поставить. Я еще немножко его отпилю, потому что иногда он загораживает слишком много. Пошает немножко, да. Там подсветка, камера. И, соответственно, потому что если шпаргалка внизу, то вот так мы выглядим. А так мы смотрим в текст и глаза в камеру в результате. А я же вообще... И у меня и память плохая, поэтому выучить что-то, это не для меня, это не мое. Вот, во-первых. Во-вторых, зрение тоже плохое, читаю носом. Поэтому, а что делать, Ольга? А сколько это зрение? Зрение... Ну, у меня смешаны астигматизмы и амблиопия. Там, причем, довольно запущенная стадия. Это надо было еще в детстве все лечить. А сейчас уже, ну, скорее, в основном, как поддерживающая терапия необходима, ретиноламин. Но сейчас почему-то нету поставок, особенно в поликлинику. И поэтому... Так, а сколько там? Минус один, два, три? Или плюс? Там, по-моему, как-то по-другому считается. Это астигматизм по-другому как-то считается. Я не знаю, сколько. А тут вообще непонятно. Иногда Ленка лучше меня видит, иногда хуже видит. Нет, намного хуже. Чего ты врешь? Мы иногда стоим, а Ленка видит автобус. Я не вижу автобус. Когда Коля не... Ну, не мотивирован, то, естественно, не будет он туда даже смотреть. Я уже забыл, даже сколько очки не ношу, но видно, что я ощущаю, что Ленка глаза нараспашку. Поэтому тут сложно сказать. Ну, нараспашку, да, а лишь плохо. А очки там привыкать тоже не хочется, потому что свои неудобства. Ну, да. Очки у меня тоже есть, но что-то редко их надеваю, конечно. Ну, вообще, мне, кстати, эти очки нравятся. Коля их, конечно, не заценил, но мне они лично нравятся. Кстати, сейчас могу... Да, Ленка и в очках ничего не видит. Ну, это да. Это в принципе верно. Оля, а расскажи, вот ты живешь вот пока где? Вот, это у тебя, я так понял, кухня, родительский дом. Начало, начал. И в жизни моей надежный причал родительский дом. Родительский дом. Пускай в долгий добрый свет горит в твоих окнах много лет. Много лет. А у тебя какая-то тут студия сделана или просто переноска, телефон? Что у тебя есть? У меня лампа кольцевая, микрофон, который я сейчас не использую, потому что это петличка, я не знаю, как его использовать. И если я вставлю в телефон, то я не буду вас слышать. А, понятно. Жесть. Сурово. Потому что она двойная петличка, я ее использую для записи интервью. Одному человеку одна петличка, мне вторая. И, соответственно, звук пишется в видео сразу. Ничего я там не свожу, не делаю. Даже не представляю. Делать не хочу представлять. Вот у меня сзади закончилось стирать, ой, стирать, мыть пацаномойка. Я ее называю моя красавица, потому что она решает все вопросы. Ясно. Да, кстати, я сама тоже очень люблю технику. Особенно всякую интересную, красивую. Надо, ты знаешь, что подарить этот дрон? Дрон? Нифига себе. Разобьем мгновенно. Их же развивают элементарно. Я не знаю, сколько стоит 100 тысяч рублей. Ой, мама дорогая. Ну, по 20 тысяч есть дрончики маленькие. Да мне бы лучше пачку ретиноламина кто бы подарил. Вот была бы безумно благодарна. Пачку чего? Мне сейчас никто даже не угостит даже это. Да нету нигде в поликлинике. Да хоть пачку бы ретиноламина кто подарил. Только, правда, говорю, блин, эта дрянь такая дорогая, вообще кошмар. Это очень дорогая дрянь. Ну, сейчас, ну, по старым деньгам это было где-то по 5 тысяч, а то раньше и 4, и 3 даже можно было найти. А по нынешней, может быть, 6 или 7 тысяч может стоить. Зачем? Ну, это как раз по поводу зрения, чтобы у меня не прогрессировал вот этот мой стигматизм. А ретиноламин, он очень хорошо это все тормозит и даже чуть-чуть восстанавливает все-таки. Там хоть чуть-чуть, но легче становится, когда им колешься. Ну, Лена, она вообще любит лечиться, поэтому... Ну, этот ретиноламин где-то уже год или полтора я уже даже не видела близко. Вот как-то так. Ну, когда его последний? Ну, смотри, у тебя 9 тысяч твоя пенсия, да? Ну, 10, ну, в принципе, да, вот. А как вы там еду покупаете? Это Коля зарабатывает, получается? Ну, только в основном Коля, да, потому что, видишь, еда какая дорогая. А вдобавок к тому же у меня аппетит очень такой чрезмерный, я очень много ем. По тебе так не скажешь. А? По тебе так не скажешь. Чрезмерный человеку, как я ем. Господи. Нормально ест. Нормально ест. Ну, только мы вообще любим готовить, мы не покупаем. Но требуется много еды очень. Лен, вместе стресс не говорите, потому что тогда совсем он не услышит. Значит, мы стараемся покупать именно продукты такие, которые самим готовить. Мясо стараемся побольше брать, там, картошка, овощи, ну, колбасы всякие, это мы не берем. Торты, пирожные там тоже стараемся этого избегать. Брат, потому что как бы не самое полезное. В общепите не питаемся, одеваемся в секонд-хенде. Ой, сейчас только секондер поскрываю. Только на бесплатные ходим. Ну, вот примерно так. Ну, где-то у меня тысячи двадцать так выходит в среднем, потому что то густо, то пусто. Двадцать тысяч ты зарабатываешь, ты имеешь в виду? Ну да, где-то получается, потому что у меня... Сколько из этих денег вы на еду тратите? Сложно сказать. Ну, да почти все уходит в еду. Да, как правило, все и уходит. Да, вот все. И вдобавок даже как минимум половина пенсии точно. Там, когда какую-то технику покупаю, я пишу авансовый отчет за счет организации. Ну, потому что я сейчас сам генеральный директор и единственный исполнитель. И поэтому это сюда не входит. А двадцать тысяч – это я зарплату все начисляю минимальную. Да, да, да. И, соответственно, это на еду. На еду, на одежду, на какие-то такие вещи, что нельзя в авансовый отчет написать. Ну да, да, да. Ну, плюс Ленка еще. Ну, еще с нами мама моя, Ленкина свекровь. Она там тоже тысяч двадцать получает пенсию. Ну, она, да, она получает. Ну, мы отдельно финансово, потому что она там покупает себе какие-то продукты дорогие. Она там себе сыр покупает за 800 рублей, но она чуть-чуть поклюет. Ну, если сыр покупаем за 350 рублей, то мы его потребляем по-нормальному. От души. Да, да, да. Ну, да, Оль, просто мама, она сама тоже намного меньше ест, в отличие от меня. Ну, она совсем в другом режиме живет. И она есть немного, и Коля тоже довольно мало ест. Мы ночные такие жители, она дневная, утренняя, поэтому бывают иногда из-за этого конфликты. Тоже, да. Там на дачи особенно она там, ну, допустим, шашлык делать, она говорит, что давайте, вот, а я только там вышел поработать. Поэтому, вот, когда мы одни, то ночью и покушать, и поразвлекаться, это самое наше. Летом еще по ночам тоже допоздна гуляем. Ну, да. Там у нас места красивые. Ну, лето, ну, когда тепло хотя бы. Ботонический сад, там тепло, красиво, романтично. Сейчас все в связи с коронавирусом на даче были. Ну, пытались переждать эту пандемию, которую особо никогда не переждешь, скорее всего. Ну, да. Потому что, на самом деле, эти короны, они только прикрываются. Ну, конечно, корона, она есть, как бы нормально с этим, но чиновники, они не на нашей стороне, к сожалению. Ну, смотрим, тупичок гоблина, где приглашают экономистов на тему, что вообще происходит с мировым капиталом. Да, что за вред происходит, вот. А где у вас дальше? Павловский посад. Да, Павловский посад. Это, так, Горьковское направление, город Павловский посад, это там, где делают платки. Да. Поэтому платочек и Павловский посад, это связано даже немножко. Да, да, да. Ну, это там у нас глухая деревня еще такая. Ну, не совсем глухая. У нас как раз не глухая деревня, у нас туда каждый час ходят автобусы. А как называется деревня? Ауферва. Ауферва. А как вы туда добираетесь? Ну, электричка, автобус и ногами. Ну, да. То есть от дома до дома где-то 4 часа выходят. Ага. Ничего себе. Ну, да. То есть вроде близко, но по всему маршруту выходит, что до Ярославля можно доехать за это время. Это получается с Ярославского вокзала? Нет, это... Это с Курского вокзала. То есть сначала мы должны до Курского вокзала доехать. Это как бы вот уже минут 40 дождаться электрички, сесть на электричку, потом дождаться автобуса, доехать на автобусе и 20 минут пешком. А почему ты сказал, что можно до Ярославля добраться? Ну, это по времени я говорю, что вот 4 часа идет поезд скорой. С Красной такой экспресс. А получается, Лена бесплатно едет, а Коля платит на дорогу? Да, 200 рублей. Ну, а Коля все-таки, да, платит. Да, 200 рублей. Ну, хорошо мне хоть социальную карту сделали. Ну, 50 рублей автобус, так что получается туда-обратно 500 рублей. Ну, вот-вот. Лен, а у тебя на электричке по России есть бесплатный проезд? Федеральная льгота? Да, есть. Нет, только Подмосковье. 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 А если куда-то дальше ехать, надо самую платить, самую покупать все. А эти поезда, они такие дорогие, например, в какой-нибудь Великорецкий или в Воронеж поехать отдохнуть, это надо самую все покупать. Ну, мы плацкартам ездим, там, ну, в Кировскую область это 2 тысячи платка. Какая разница, платкарты или что, все равно все надо покупать. Какая разница, какой плацкарт. Ну, купе и за 10 можно купить. Ну, купе, это, конечно, мы не рассматриваем, это уж слишком. Если есть платкарт, зачем купе? Ну, есть любители. Ну, 10 тысяч – это ровно моя пицца. Какой там нафиг? А еще надо же туда, еще надо обратно ехать. Мы же туда едем-то кратковременно на отдых, пока есть праздник. Поход. Лена, говори по-русски. Лена вообще любит коверкать русский язык. Иногда это получается с последствиями. То есть, приходит в магазин и говорит, вот, ой, сладкое вино, сладкое. А продавец-то думает, что сладкое вино нужно, а нужно сухое вино. Но Лена вкусная, называет сладким. Также газировку так надо купить минералку, а Лена говорит, хочу сладкую водичку. Ей дают какой-то лимонад. Слушайте, ребята, вот скажите по поводу нехватки денег. Какие у вас чувства? Ну, какие чувства? Уныние, зависть ко всем остальным окружающим людям. У меня лично. Да-да-да, аналогично. Ну, на самом деле, не так, что сильно не хватает. Потому что мы, в общем-то, живем жизнью интересной, интенсивной. То есть, мы не пойдем в какое-нибудь антикафе, если там тусовка. Но тусовок, которые бесплатно, там, при храме, где-нибудь при обществе инвалидов, дофига и больше. И они даже более интересны. Раньше были, да. По-моему, достигнули. Сейчас просто нигде ничего нет. Сейчас вот, сейчас это закрыто, сейчас это не разрешается. Поэтому дача. И, скорее всего, не разрешат до тех пор, пока, ну, что-нибудь не случится. Дача, интернет. Поэтому, как бы, другое находим. Ленка, да, она без людей бесится. Особенно, когда на даче жили. Особенно, когда еще не только без людей, когда еще и без храма, блин. Да, ни храма, ни людей, никого. Там мы выходим. Где-то на наших участках, может быть, еще там человека 3-4 живет. Ну, вернее, семей 3-4. И, да, следующего жилья где-то километра два. Слышно, как там собачка тявкает в деревне. В деревне, наверное, слышно, как Ленка по телефону с подругой разговаривает. А, чего не поговорить-то, блин, а ничего. Еще по телефону не поговорили. Просто как мы выживаем. Ну, в общем, Оль, понимаешь, как получается? К Оле, конечно, такой режим, он комфортнее, потому что он интроверт. И он любит тишину. А я экстраверт и люблю шумные компании. Особенно связан еще и с церковью. Это вообще, это самая моя основная страсть. Ну, это церковную субкультуру мы хорошо знаем. В ней давно варимся. Знаем особые, чисто этой субкультурой свойственные заморочки. Ну, понятно. Но, конечно, приспосабливаемся как можем. Потому что без нее совсем как бы и не жизни, и вообще не в кайф. Ну, там иногда, да, иногда бывают интересные персонажи, и даже иногда бывают адекватные персонажи. А можете перечислить три качества, которые вам друг другу нравятся, и которые, наоборот, бесят? Ой, психология пошла. Давай. Ну, Коль, давай рассказывай первый. Так. Ну, что нравится? Ну, нравится Ленка то, что с ней я могу жить вместе в семейной жизни. Дальше. Что нравится? Нравится, что вместе получается какая-то творческая деятельность с Ленкой. Ну, ничего еще. Ну, нравится, что общие интересы, когда мы можем вместе совместно развлекаться. Потому что такие качества вроде простые, но у большинства наших знакомых, с кем мы общаемся, парами, такого нету. Да. Ну, вот. Это я говорю свое. Что не нравится? Значит, ну, не нравится. Лена грузит, как экскаватор, вывозит мозг самосвалами. Ну, неадекватное мышление нарушенное сильно. Значит, ну, вот это. Дальше Ленка любит периодически хулиганить на людях, там, если... Ну, и со мной ругаться, и там из-за какого-то бытового конфликта тоже в обществе поругаться. То есть, я дипломатично стараюсь вести, а Ленка встроит и в магазине скандал, и в храме скандал. Так, что еще не нравится? Ну, Коля, он очень стеснительный, очень такой вот. А я, наоборот, пофигист. Потому что есть техника безопасности. Так, что еще не нравится? Ну, и то, что Ленка зациклена на религии, что не всегда надо говорить только о религии, в том числе с незнакомыми людьми, которые этим не интересуются. Ну, в общем, вообще, религиозность как таковая во мне ему не нравится. В первую очередь, даже еще больше, чем наиболее. Нет, когда мы идем нормально в храм, это нормально. Но когда Лена начинает там с продавцами, с рабочими, говорит там о храм батюшка, храм батюшка, храм батюшка, храм батюшка, храм батюшка, это начинает бесить спустя некоторое время. Ну, я стрессоустойчивый, привык к Ленке уже. Теперь ты давай про меня. Теперь я, значит, называю положительные качества, потом сейчас назову и отрицательные. Значит, из положительных все-таки, что, несмотря на все мои несоответствия, во-первых, принял меня, во-вторых... Но это не качество, это действие. Значит, ну, значит, что важно, что заботливость, сострадание ко мне вот тоже. Ой, заботливый и сострадательный, оказывается, стал. Потом, значит, что еще? Потому что если бы не был заботливый, то вообще бы нафиг не кормил меня, правильно? Потом, если бы не был сострадателем, то тоже бы куда-нибудь, на панели бы выставил или жить со мной бы не стал. Ну, значит, это как бы два. Три, сейчас, значит, ну, то, что именно мужество, воля, что он находит в себе силы воли, чтобы хоть там и в храме не отпустить, или даже сходить со мной куда-то. Это все-таки его проявление мужества тоже. Это называется не мужество и воля, это называется, что... Именно, что преодолевает свои слабости и идет навстречу. Я не знаю, как это называется, но это может быть там уважение или как-то еще, то, что дают тебе как бы твое личное время, твоя личная тусовка, моя личная тусовка. Как бы у каждого супруга должна быть какая-то личная... Ну, то есть то, чтобы беречь чужие границы, это тоже определенное мужество все равно. Ну, это не мужество, это... Это именно, когда хочется все, все, это нарушить. Это такая адекватность, Лен, это такая адекватность. Ну, да, ну, можно и так это назвать. Мужество, это зоя космодемьянская, которую там мучают, пытают, она в лицо плюет. Я бы всех заложил, всех бы сдал ради своей собственной шпоры, потому что я эгоист, я сволочь, я хочу жить. Ну, как бы, может, это тоже по разуму проявляется, на самом деле. Но все-таки, да, обозначили примерно. Значит, потом хочу назвать минусы тоже. Значит, минусы какие? Во-первых, ревнивый. Ой, ну вот это как раз. Не ревнивый, потому что Ленка в клубе ходит с мальчиком со всеми. Во-вторых, постоянно впадает в депрессию. Депрессия есть такая. Постоянно. Потом вот такой очень непредсказуемый и мигающий такой настроение, пляшущий такой, танцующий такой. Ну, это вот, по-моему, вот она. Ну, у него равновесность, да, есть. Да, вот два уже. С ревностью не согласен, с остальным согласен. Ну, вот это вот настроение такое пляшущее, как бы вот. Я знаю, что Ленка общительная, и ей надо... Как бы, по крайней мере, вот это лучше. Ленке надо много общаться. Поэтому она там на тусовках ходит и с мальчиками, и с девочками, и общается, 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 и названивает, названивает, названивает. Ну, я совершенно не ревною. Лена, ты тогда можешь пойти куда-то? Лена, ну, пока еще отпускает, хотя бы там, ну, под настроение, конечно, но хотя бы иногда отпускает там, ну, в церковь или, ну, и к врачу тоже, в общем. Вот, но насколько его хватит, тоже неизвестно. Ну, смотря куда, потому что если мне это место, если мне там делать нечего, то тогда Ленка одна. Если все-таки это какие-то развлекаловки, то это вместе, потому что когда муж и жена начинают развлекаться отдельно друг от друга, это уже начинается с начала конца, потому что постепенно начинается отдаление. Так можно, ну, у нас выбор мест, куда можно сходить, он довольно большой. Поэтому, когда мы вдвоем идем, то мы идем туда уже как команда. Ну, как в плане отдыха, ну, в храм сходить хочется. Ну, в магазин идем, да. Причем, чаще, чем, может быть, это позволено, по идее, да. Дальше. Ну, потом тоже, значит, ну, на церковное пение, ну, хотя бы хоть как-то, хоть иногда сходить хочется. На богословские курсы ты ходила одна, потому что я уже их окончил, и мне второй раз эту волынку тянуть, ну, хотя, конечно, говорят, ну, приходи второй раз. Да, просто даже время от времени зайти вместе тоже, как бы, ну, и чего. Зайти вместе время от времени заходили. Ну, так, пожалуйста, на заглядывание в монастырь. Можете также сказать каждый, ну, каждый по-своему, три плюса и три минуса моего прекрасного аналога. А, значит, ну, плюсы, значит, во-первых, Оля, она сама по себе фотогеничная и креативная, хорошая дикция, хорошая техника. Да. Потому что, когда человек снимает, то он общается через картинку, и принципиально важно, чтобы... Через звук, да. ...что было вокруг, чтобы фонт отходящий был. Поэтому Оля вот настроилась, пристрелялась там, где она снимает, и выглядит очень хорошо. Да, тоже, тоже хорошо все смотрится. Значит, ну, креативная, да. Ну, и опять появляется, и есть интересная тема. Да. Ну, то есть, так, если объективно смотреть, то тема, которая может быть интересна. Важная интересная. Это затянутость некоторых роликов, потому что, ну, это у нас такая беда, то, ну, сокращать надо. Когда прямой эфир, тогда понятно, что приходится не всегда, получается, быстро подобрать. А если какой-нибудь ролик на одну тему, как, например, проект эскорт-услуги, там, как я готовлю какие-нибудь блинчики, то можно много чего выкидывать лишнего, но вместо этого сказать что-нибудь интересного. Или там с повышенной скоростью прокрутить то, что не принципиально. Ну, то есть, как бы, техническая часть монтажная, ну, Оля пока еще ее не до конца освоила. Ну, кстати, это самое противное, самое гадкое, монтаж. Это самое трудное, да. Ну, конечно, интересно, но очень противно, потому что, ну, ролик пятиминутный, ну, на час иногда уходит время. А то и больше. Ну, да, а то и больше. Совой ролик, это вообще там два дня надо монтировать. Два суток монтировать. Ну, хотя, конечно, зависит от сложности, есть там видеоэффект, составлять картинки. Ну, это вообще, да. Это все надо прослушать, это надо всякие там нехорошие какие-то... Всякие кляксы надо урезать, да. Кляксы, да, быть, ну, да. Так что вот, из хорошего... Так. Есть плохого. А, это техническую часть, это ты еще из минусов назвал, что монтаж еще не полностью освоен. Так, значит, еще два минуса забыл, Голь. Какие есть? Так, еще какие минусы? Ну, минусы, опять же... Да, монтаж затянул, то есть что еще? Иногда Оля на своей персоне вот зациклена. Это минус такой, что, ну, вот, когда мы тебя узнаем все про тебя, то нам становится уже тебя смотреть неинтересно. И поэтому, если, допустим, у тебя какая-нибудь тема кулинария или политика, то это как бы бесконечная тема. Это как бы вот... А если человек рассказывает просто YouTube-канал о себе, то, ну, все узнал уже про человека, ну, и как бы, а что дальше-то? Поэтому здесь вот такая проблема, с которой Оля может столкнуться. То есть она вот подписчиков набирает, 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 и потом вдруг выяснится, что подписчики... Ну, большая текущая подписчиков. Ага. Вот недостаток такой. Ну, что еще можно сказать? Так. Ну, темы, в принципе, как бы, то, что узкие, это как бы с одной стороны плохо, но с другой стороны хорошо, что именно это может у кого-то откликнуться. Да, такое тоже может быть. Что здесь как раз женские темы у Оли как раз хорошие. Да, хорошие, да. Потому что Оля женщина, она там живет полноценной женской жизнью. Да. Есть что сказать как женщина. Потому что мы это говорим, мы знаем девочки с храмов, которые, они совершенно абсолютно неженственные. И это как бы, ну, как бы, когда женщина неженственная, это, ну, бывает иногда даже хуже, чем когда мальчик дурак. Ну, скажи, пожалуйста. Нет, это твое мнение. Нет, давайте. Значит, мое мнение. Ну, значит, вот, ну, в основном, конечно, мысли, в общем, в основном-то и мои тоже, Коля, озвучил. Потом, что еще? Ну, так я, конечно, если честно, я сама очень мало чего смотрела у тебя. Вот, потому что, ну, Коля так, если, может быть, так по чуть-чуть показывал, но не особо-то. Не, ну, почему? Лена иногда сидит, смотрит что-то. Ну, это, опять же, Лена там делал какой-нибудь длинный Олен ролик, начал смотреть. Я примерно, когда смотрю какой-то такой вот момент, где затянуто, я так цын-зын-зын-зын ищу как фрагмент, когда пошло что-то интересное. Я так умею, Лена так не умеет. Ну, и поэтому как раз и важен монтаж. Жалко, конечно, очень свой контент вырезать. Вроде старались, снимали. Ну, да, да, да. Но, с другой стороны, к нам, когда журналисты приезжают, мы видим, сколько они всего ночи снимали, и какой из всего этого получился крохотный ролик, становится еще более жалко. Ну, да. Лена, кто тебя стрик? А, это, кстати, еще в прошлом, вот тем летом, в начале лета, это, кстати, ну, челку-то еще пришлось, правда, потом подрезать, потому что она уже очень-очень длинная была. Челку я подравнил. Челку уже Коля подрезал, вот, даже вместе с мамой вдвоем. Ну, я подрезал свои вот эти для бороды, которые... Ну, да, а так вообще, значит, вообще, как таковая стрижка делалась парикмахером таким, значит, очень хорошим мастером, причем на дому. Она и подстригла, и химию сделала, вот, как-то так. Понятно. Причем химию она реально сделала на миллион евро, дай бог каждому. Ну, вот, редко такое встретишь, чтобы вот прям придешь, и так тебе сделают такой причесок. А сколько это стоило? Ну, как ни странно, взяла с меня всего две тысячи, хотя могла запросить и любые другие деньги, наверняка бы пришлось заплатить. Но она, может быть, она никого никогда не ведет. Учитывая, что у тебя девять тысяч выплаты, две тысячи это существенная была сумма. Я знаю, я знаю, но даже в салонах красоты, где и то не факт, что так же хорошо сделают, там, по-моему, по четыре тысячи, а то и по пять тысяч стоит завивка. А здесь всего две, причем с прической, со стрижкой, с мытьем, с лечением, вместе со всем. То есть там еще она и лечила волосы, чтобы они у меня были в нормальном состоянии, чтобы с ними можно было как-то нормально это. Потому что они у меня, во-первых, сами по себе в очень плохом состоянии сильно путаются, во-первых. Во-вторых, вдобавок еще ей приходилось и это как-то вот с этим бороться. Плюс побочное действие от химии, причем даже от качественной, все равно тоже, что, да, вроде там кудряшки, все хорошо, но волосы могут тоже путаться. Просто от самого препарата может быть такое побочное действие. Поэтому, чтобы, ну, как бы это побочное действие тоже минимизировать, тоже приходится вбухать в те же самые волосы кучу всяких других препаратов еще. Чтобы была завивка, но волосы были управляемы и расчесываемы. А это был какой-то подарок? А? Это был какой-то подарок? Ну, ну как, Коля мне сделал подарок в виде этой прически. Да не Коля подарок. Коля мне именно купил эту завивку у парикмахера моего. Ну, я просто, у Лены не было денег, я просто дал, как бы, потому что дело нужное. Дело нужное, и Коля мне вот, да, и Коля мне все-таки купил эту завивку. Потому что Ленкина коса стала очень плохо себя вести. Когда подросла, там вообще получился крысиный кончик. Крысиный хвостик. Да, поэтому мы сняли, пускай, видео, где там последний раз эта коса фигурировала, где она в USB разъем попала. Да, 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 да. И послал Ленку на стричку. Ну, потом, точнее, не послал, а просто отпустил на стричку, потому что я уже туда давно стремилась. Ну, Лена, она прошла по всем парикмахерским, приценилась, спросила, где какие препараты. Потом уже вместе решили, куда лучше идти, и выбрали. И оказалось, да, вот пришла к этому мастеру, и у него, во-первых, и сам состав очень качественный, очень хороший, она никогда на этом не экономит. И она и обработала им очень хорошо, щедро эти волосы, и потом еще потом куча лекарств обработала. Ну, в общем, действительно реально получилось круто, дай бог каждому. Ну, в общем, Ленка была такая. Ребят, я хотела сказать, что у меня завтра съемочка в 2 часа, мне надо сейчас собираться, выцепаться. Вот, так что давайте мне, наверное, до первого раза достать. Да, давай тогда, заканчивай. Красиво, а в 2 часа что это за съемка? Это где это? Ко мне придет домой, а я сейчас никуда не могу ходить, у меня же после Ахилова спожили реабилитацию, мне только гипс сняли. Понятно. Вот, и ко мне домой придет женщина, гость мой, вот, ну, пока не буду вам ничего рассказывать, чтобы ничего не спалить. Ну, ты молодец, хорошо делаешь, что часто снимаешь, потому что мы сначала тоже очень редко снимали, но сейчас стараемся хотя бы, чтобы раз в неделю сделать видос, и по пятницам мы в прямой эфире выходим. Ну, на самом деле, все равно, коли он снимает под настроение, когда более-менее нормально, то почаще, когда настроение плохое, то где сядешь, там... Ну, давай тогда с Олей прощаться, потому что я боюсь, что есть сейчас буфер, там переполнится, он что-то красным мигает уже. Ну, Олечка, да, большое тебе спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, красивая. Спасибо, любимая. Давайте, пока, спокойной ночи. Ну, до связи и до встречи, надеюсь, тоже. Да, спасибо, красивая. Спасибо. 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 Спасибо.